Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим прогноз цены на биткоин или же как он может вырасти вместе с американским фондовым рынком. С вами канал Просто Крипто и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоин, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Поведение главной криптовалюты биткоина традиционно определяет самочувствие всего рынка цифровых активов. Однако всегда найдется рыба покрупнее, потому что и на биткоин влияет множество макроэкономических факторов. Исторически сложилось так, что курс биткоина чутко реагирует на макроэкономические сигналы и состояние американского финансового рынка. Сейчас ситуация играет криптоном на руку. В последнее время на рынке преобладают позитивные события, которые могут помочь криптовалютам вырваться из фазы консолидации и направиться к новому историческому максимуму. Как же связаны финансовые рынки и биткоин? На данный момент на биткоин сразу влияет несколько позитивных факторов. Первый – это инфляция в США, измеряемая индексом потребительских цен CPI, которая снизилась до 3,3% в годовом исчислении. Второе – это комитет по открытым рынкам ФОМК объявил, что намерены и дальше удерживать процентную ставку в диапазоне от 5,25% до 5,5%, и третье – это индекс цен потребителей PPI стал ниже, чем в апреле – 2,2%. Все эти новости создают благоприятную почву для дальнейшего роста биткоина. Исследовательская компания Bitfinex также считает, что такая экономическая ситуация открывает перед биткоином перспективы роста, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Биткоин может испытывать краткосрочную волатильность, так как рынок адаптируется к новостям о том, что ФРС решила сохранить текущие ставки. Однако общий тренд остается позитивным, особенно если общая экономическая ситуация продолжит улучшаться. Рассуждая о том, как нынешняя обстановка на финансовых рынках США может повлиять на притоки средств спотовый ETF на биткоине, аналитики Bitfinex предположили следующее. Притоки и оттоки в ETF могут стабилизироваться при условии, что в США примут решение удерживать ставки на прежнем уровне. Это важно для инвесторов, поскольку они хотят иметь более четкое представление о будущей политике ФРС. Спотовые ETF на биткоины могут начать фиксировать более стабильные притоки, но их объемы будут менее крупными, чем в случае решения снизить ставки. Запуск ETF на эфириум все еще может привлечь значительный интерес, потенциально приведя к диверсифицированным инвестициям в ETF как на биткоины, так и на эфириум. Команда Bitfinex дает следующий прогноз – биткоин может и дальше консолидироваться на текущих уровнях или же умеренно вырасти. Подспорим для роста, считают аналитики, будут надеждой инвесторов на то, что ФРС все же снизит ставку в течение этого года. Холдеры биткоина также не лишены оптимизма. Их уверенность в отношении будущего монеты, судя по всему, возвращается. Об этом свидетельствует состояние ончейн-метрики средний возраст монеты или же MinCoinH MCA. Она вновь выросла после падения в марте и мае. Ончейн-метрика MCA определяет уровень торговых настроений среди долгосрочных инвесторов, вычисляя среднее количество дней, которые находящиеся в обращении монеты провели на текущих адресах. Рост этого индикатора предполагает, что инвесторы предпочитают холдить актив. Ну и также рост этого показателя означает, что все больше инвесторов удерживают монету, а падение, что инвесторы более активно перемещают свои монеты по сети, что является сигналом сниженного доверия к активу. Таким образом, цена биткоина сначала может продолжить движение в боковике, а затем постепенно начать расти. По состоянию на момент записания видео биткоин торгуется по 65 тысяч долларов и продолжает консолидироваться ниже 71 тысячи. Недавние попытки закрыться выше этого уровня не увенчались успехом, и биткоин снова упал ниже 68 тысяч долларов, еще одного важного уровня поддержки. Тем временем, макро таймфрейм говорит о том, что биткоин может ожидать прорыв по модели Вайкоффа. Эта концепция технического анализа является тенденцией и потенциальной развороты на финансовых рынках. Он анализирует движение цены и объемов, чтобы определить фазы накопления и распределения на рынках. Этот паттерн обещает криптовалюте рост выше предыдущего all-time high или же абсолютного максимума на 73,5 тысячи долларов. Однако перед прорывом неизбежен период консолидации. Тем не менее, бычий тезис будет опровергнут, если биткоин просядет ниже уровня консолидации, прежде чем начнет восстановление. Тогда криптовалюта может потерять поддержку на уровне 63 тысячи долларов, что отправит ее к минимумам на 58 тысяч долларов или даже ниже. Ну и на этой ноте наше видео подходит к концу. Надеюсь, что тебе было полезно и интересно. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайки, а также колокольчики, ну и подписываться, чтобы не пропустить следующие видео. И, конечно же, пиши в комментариях, о чем бы ты хотел следующий выпуск. Таким образом мы с тобой будем делать контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или другие альткоины, то регистрируйся по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто и помните, что крипто – это просто! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!